Человеческий мозг будет прогрессивно уменьшаться. На наше развитие не в лучшую сторону влияет прогресс. Такое удивительное заявление недавно сделал известный российский ученый Сергей Савельев, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека. Вы смотрите не на нас, а на этого человека. Он сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Вы все напуганные. Скажите, как вы проводили эти исследования, вы ставили опыты? Почему вы пришли к такому выводу? Ну, если бы у меня была машина временем, конечно, такой опыт поставил бы наверняка. Но мозги уменьшаются у человечества прогрессивно примерно 120 тысяч лет подряд. Ну, на самом деле, этого материала очень много. Находились различные останки людей из разных территорий, разных народов. То есть, палеонтологическая и, скажем, археологическая летопись очень подробны. И чем это плохо? Ведь мы же вам... И вы вспомните исследования достижения хотя бы прошлого века. Полет в космос, интернет, масса других вещей, которые просто перевернули мир и демонстрируют как раз развитие мысли. Не то, что палка-копалка какая-то. Конечно, безусловно. Но здесь дело-то в том, что идет сейчас, заменилась эволюция биологическая, когда выживали небольшие семьи или группы антропоидов, наших предков, еще времен неандертальцев, когда они жили параллельно с ними. Заменено на социальную эволюцию. А это что значит? Что в группе, большой группе людей, как раз индивидуальные особенности, они не нужны. Ну, посмотрите, в любом сообществе, в любом коллективе человек, выдающийся способности, что? Себя изолирует автоматически или выдавливает из этого общества. Как талантливый или гениальный ученый, как талантливый или гениальный художник. А что касается прогресса, я имею в виду каких-то вещей, которые заменили нам необходимость думать. Это только усиливает эту ситуацию, да. И, соответственно, там, не знаю, еще... Мозг так устроен, что он экономит на все. Он поддерживает лень, праздность, ну, и размножение. То есть мы сами, как бы того не ведая, облегчаем себе жизнь для того, чтобы наш мозг меньше работал. Совершенно верно. Мы сами свою деградацию, да? Да, вот я только хотел спросить, а значит ли это, что мы деградируем и глупеем? Да, конечно. Мы усиливаем этот процесс. Ну, а если я не хочу, например, чтобы мои дети поглупели, что мне нужно делать? Это очень трудно. Заставить почти невозможно. Он все равно будет тыкать ребенок под партой в калькулятор. Его не заставишь считать в уме. То есть это очень сложно. Мозг, потому что потребляет до 25% всей энергии нашего организма, когда интенсивно работает. А может быть тогда перенаправить, ну, скажем, ну, может быть, мы ребенок калькулятором под столом считаем, потому что, ну, просто это не его. Определить можно окончательно только к 16 годам примерно, когда заканчивается гетерохронное, то есть неравномерное развитие мозга. То есть нет такого, прошу прощения, нет такого способа изучить мозг, какую-то более активную зону мозга и понять, что вот она... Это мистификация, потому что, особенно у ребенка, мозг растет неравномерно. Ну, вспомните, дети, они берут, все рисуют маленькие козюльки, когда созревает зрительная система. Потом вдруг начинают петь неожиданно, вдруг все тут же несутся их, значит, учить пению. Вдруг начинают танцевать на фигурное катание, там все ломают головы. То есть родителям кажется, что вот это гетерохронное созревание неравномерное. Оно и есть проявление то одних способностей, то других. И обычно такие дети и замучивают до того, что к 14 годам они уже на родителей смотреть не могут. Сергей Вячеславович, а взрослым человеке и говорить не приходится. Поумнеть с годами вообще невозможно, и сохранить ясный, трезвый ум до старости тоже. Нет, это можно. Как? Для этого нужно сделать две вещи. Колоссальный усилин собой заставлять себя думать там, где это не нужно. А где? Ну, в таких проблемах, когда вы разговариваете с кем-то, вот обратите внимание на разговор с женщиной, они обычно рефлексируют, они повторяют фразы, которые вы им произнесли в качестве ответа. Это не желание думать. То есть надо с мелочей балансировать свой мозг, с мелочей нагружать. Зрительные центры, слуховые, вкусовые, которые у нас очень запущены, двигательно-моторные. То есть вот эта гармония жизни, она гарантирует от прогрессивного моразбия. Товарищи, давайте же не будем глупеть и сделаем что-нибудь, будем работать. Ну, не знаю. Или скажите себе, что мозг просто становится компактнее, но сохраняет те же функции. Это не выход. Об особенностях человеческого мозга и развития вы говорили с профессором Сергеем Савельевым. Спасибо. Продолжение следует...